Приветствую друзья, на связи GrimOptimist, и посмотрел я буквально только что свежий видосик от бесполезного под названием 10 худших игр 2018. В целом ролик мне понравился, и я согласен с большинством мест в номинации. Но вот в частности по поводу второго места у меня немножко пригорело. И я кардинально не согласен с тем, что Kingdom Come Deliverance заслуживает второго места в топе худших игр 2018. В этом подкасте я попытаюсь объяснить, почему я так считаю. И да, важный момент, я не хейтер бесполезного. Наоборот, я очень старый его зритель, смотрю с удовольствием почти все ролики, и немного с ним даже лично знаком. Поэтому никаких претензий у меня к бесу нету, это его топ, и он вправе там расставить места, как ему хочется. Я просто попытаюсь аргументированно объяснить, почему все-таки считаю, что Kingdom Come Deliverance далеко не такая плохая игра. Ну и в целом вообще затронем тему проблем, наверное, вот как раз игр последнего года. Там много всякого говна, ребят, случилось. Ну и для начала, ребята, давайте вспомним, какие у нас были тенденции в игровой индустрии за уже почти прошедший 2018 год. Первая тенденция это скатывание в говно известных и любимых игроками серий. Например, Fallout 76, Battlefield 5, Assassin's Creed Odyssey, который в какое-то дрочево превратили. Анонс новой Diablo на мобилках, анонс Elder Scrolls в следующей части на мобилках. Ну и список можно еще продолжать. То есть, когда берут очень популярную серию, у которой огромная фанатская база и делают какое-то говно в виде продолжения, которое вообще никому не заходит. Но согласитесь, ребята, реально дико бесит. И, к сожалению, это очень какая-то распространенная практика. Становится, ну, реально страшно за судьбу любимых нами игровых серий, которые еще не обосраны на данный момент пока что. Следующая тенденция, которая не менее распространена, это внедрение доната вообще куда и зачем только можно. Это касается и мультиплеерных игр, и сингловых, и вообще всего, что только можно. Поначалу это были лутбоксы, но если помните, примерно полгодика назад, возможно чуть больше, во многих странах начали приравнивать игры с лутбоксами к азартным, что совершенно недопустимо для разработчиков. Поэтому на смену лутбоксам пришли всякие бустеры, хуюстеры и прочее говно. И для того, чтобы всю эту херню покупали, разработчики вводят третью тенденцию, которая тоже очень и очень широко сейчас везде используется. Это введение гринда обоссанного в, опять-таки, сингловые игры, когда вам приходится заниматься однотипным монотонным действием постоянно. Там, в последствии с каких-то действий фармить, какие-то ресурсы добывать постоянно, заниматься какой-то хуйнёй, короче, вместо того, чтобы идти по сюжету, да, как-то развлекаться, получать удовольствие от геймплея, ты занимаешься тем, чем занимались, блин, я не знаю, примерно люди моего возраста в Ланейдж 2, там, лет 12 назад. Короче, ребята, это просто какой-то трэш галимейший, как по мне. И я вообще не понимаю, почему многим игрокам, например, это может нравиться. И действительно, когда вот речь заходит про те игры, которые попадают под определение вот этих вот основных трендовых вещей, я готов вот просто обсирать их постоянно, вот нон-стопом 2.4 на 7, потому что мне больно видеть то, во что превращается игровая индустрия, когда игры не просто становятся бизнесом, а становятся каким-то грязным бизнесом, то есть когда из игроков просто банально сосут деньги. Сосут так, что Саша Грей, она даже ушла в отставку, по-моему, из-за этого, если мне память не изменяет, из зависти. Теперь давайте вернемся к Kingdom Come Deliverance. Я вообще считаю, что у многих обзорщиков и игроков сложилось изначально негативное отношение к этой игре из-за обзора Антошки Логвинова, еще даже до того, наверное, как они сами ее запустили. Просто потому, что, ну, мы все знаем, как Антон любит пропиарить, облезать какое-нибудь унылое говнецо, или вообще какой-то откровенный трэш даже порой. Ну и он назвал ее новым Ведьмаком, дал ей 10 из 10 и назвал ее игрой года. И также обозвал еще всех, кому она не понравилась, там, какими-то быдлонами, вообще недочеловеками. И, дескать, только настоящие фанаты игровой индустрии оценят этот проект. Конечно, ребят, при такой постановке вопроса, мне первому хотелось обосрать Kingdom Come Deliverance, просто чтобы поставить Антона на место. Потому что, ну, я не знаю, вот, как к этому относиться, меня уже тошнит, вот честно вам скажу. Но, понимаете, ситуация с Kingdom Come Deliverance, она не совсем однозначная. Не такая, как может показаться на первый взгляд. Я, конечно, ребята, согласен с тем, что игра на релизе вышла сырая, как ободок унитаза в общественном туалете. Это просто какой-то трэш. Баг на баге, плохая оптимизация, все криво, все как-то через задницу. И, конечно, это вызвало, ну, негодование у многих игроков. Это полностью оправдано и заслуженно. Я считаю, что разработчики действительно обосрались. То есть, им надо было задержать релиз где-то на полгода, чтобы просто игру довести до ума. Потому что, ну, люди, покупая продукт, должны получать его, ну, если и не на 100% прям вылезанным, да, то, по крайней мере, без каких-то критических ошибок. К сожалению, они не смогли этого сделать. Это многих оттолкнуло. Но лично я, ребят, когда играл в нее в сентябре, не столкнулся с какими-то прям критическими, такими жесткими багами. Да, шероховатости были, были подлагивания, были проблемы с анимациями, но прям, чтобы были какие-то серьезные проблемы, которые мешали мне играть, такого не случалось. Я игру полностью прошу, у меня на канале обзор даже есть. Поймите правильно. Конечно, чувствовалась вот эта вот сырость, да, но она уже не настолько была выражена. И, ну, скажем так, можно было это простить. Вот как мне кажется. И как подведение итогов по этому пункту, я все-таки считаю, что ставить на игре крест из-за того, что она вышла в релиз сырая, как говнище, ну, не стоит в наше время. Да, это плохо, да, это, безусловно, заслуживает порицания, но у нас все игры выходят сейчас сырые, как говно. Это, к сожалению, вот тренд такой, современный. От этого тошнит, но это факт. Второй момент, который тоже очень спорный, это вообще сам геймплей, сеттинг, ну, как вообще сделана эта игра в целом. Она на любителя, ребята. Вот серьезно вам говорю, я как человек, который более-менее интересуется средневековьем, испытывал местами большое удовольствие при прохождении. Я понимаю, что вообще построение игрового мира, вот этого открытого, в котором особо ничего не происходит, то есть леса, большую часть занимают какие-то, поселения изредка попадаются, да, это, наверное, немножко уныло, но это все-таки дань, как бы, какому-то, ну, хоть и примитивному, но все-таки реализму. Понятно, что это не оправдание, ребят, но все-таки разработчики сами неоднократно говорили, что они пытаются приблизить игру по максимуму к реальности. Вот получилось или нет, другой вопрос, но обилие лесов, обилие вот этих пространств, которые нужно скакать на лошади, это скорее, ну, вот, издержки сеттинга самого, чем проблема прям игры, вот я так считаю. Меня, например, это не раздражало. Я получал от игры эстетическое удовольствие, ну, просто потому, что я интересуюсь эпохой. Да, я понимаю, что я немножко, наверное, не объективен, но, ну, не знаю, во многих играх надо бегать порядочно, да, и я считаю, что, в принципе, если это играет в плюс атмосфере игры, то это нормально. И под атмосферностью я сейчас понимаю, там не как грибит, говорит без, да, любая игра, где можно ходить, а действительно, то есть, ну, игрушка прикольная выглядит, не знаю, мне лес понравилось, как сделан в целом, то есть, ну, по крайней мере, на высоких настройках графики. Прикольно все это как-то ощущается, не знаю, то есть, у меня нет к этому претензий. То же самое и по поводу сюжета. Ясное дело, что он такой, ну, простенький, то есть, ну, я не могу сказать, что он плохой, причем это касается как и основной сюжетной линии, так и второстепенных. То есть, да, там есть тоже опять какие-то шероховатости, есть провалы определенные, но в целом он довольно крепкий, и глядя на какой-нибудь обоссанный Assassin's Creed DC, где вообще ты по сюжету даже пройти игру не можешь без гринда, то есть, и сюжет там, ну, на порядок лучше сделан, ребят, вот это как бы кроме шуток. Ну, я просто привел именно Assassin's Creed, потому что это как бы тоже типа в открытом мире, тоже типа какой-то РПГ, хоть и там, конечно, все по-другому, но тем не менее. Третий момент, это вот эта вот агрессивная пиар-компания, где и Логвинов, там про нее участие и много кто еще. Безусловно, это не красит разработчиков, действительно, то есть, когда они покупают мнение у игрожура, но с другой стороны, а если наш игрожур ведет себя как дешевая вокзальная шлюха, так а что не купить-то? Скажите мне. Если это может увеличить прибыль, разработчики хотят денег поднять, и они это делают, ребята, не так, как большинство в игровой индустрии, вводя в игру микротранзакции, они решили вложиться в пиар. Получилось или нет, это другой вопрос, но у нас 9 из 10 игровых журналистов продаются просто вот каждому первому встречному, и они этим воспользовались. Я считаю, что да, это их не красят, безусловно, разработчиков, но тут претензии в первую очередь к нашим продажным игровым журналистам, которых развелось просто как грязи. Ну и последний, ребята, наверное, самый серьезный аргумент в поддержку все-таки Kingdom Come Deliverance. Я не случайно в начале этого ролика перечислял вот эти основные веяния в игровой индустрии за последний год, то есть скатывание серий в говно, наживание на любви фанатов, внедрение доната, превращение игр в гринт, вот этот весь пиздец, который сейчас происходит. Это, кстати, я еще не коснулся, например, повальной толерастии в играх, которая просто портит сами игры, но, по крайней мере, бабки ни из кого не тянет, поэтому хер с ней, пока замнем. Обратите ваше внимание, Kingdom Come Deliverance не использует ничего из этого. То есть, во-первых, это новая франшиза, это уже не паразитирование на каких-то раскрученных игровых сериях и тем более не скатывание их в говно. Во-вторых, в этой игре нету микротранзакций. Есть только DLC, которые вообще никак не влияют на основной сюжет. В принципе. То есть, их можно не покупать, и вы ничего не потеряете. Дальше. В этой игре нету гринда, блядь. При том, что это RPG в открытом мире, вот вы не поверите, в ней нет гринда. Вообще. От слова совсем. Как это происходит, я не знаю. Понимаете, несмотря на все свои косяки, да, разработчики сделали, наверное, не то, чтобы хотелось многим фанатам. То есть, игра, скажем так, ну вот, в этих роликах и так далее, выглядела лучше, чем она есть на самом деле. Да, кривая просто, как, я не знаю, кочерга. Да, сырущая. Да, есть проблемы в ней. Да, на любителя. Геймплей специфический. Открытый мир не такой, наверное, живой, как хотелось бы. Но, все-таки, эта игра самобытна. Понимаете? И чувствуется, ребята, вот сейчас на полном серьезе, что разработчики не просто хотели бабок побольше заработать. Что они действительно хотели сделать что-то уникальное. И сделали что-то уникальное. Хорошее или плохое, это спорный вопрос. То есть, тут уже дело в предпочтениях. Но, называть, согласитесь, вот эту игру второй в списке худших игр 2018 года, когда у нас просто куда ни глянь, там, пиздец сплошной. Вот просто, там, серии, вот у которых миллионы фанатов скатываются в кал. Донат такой, что я не знаю, даже Clash of Clans позавидует какой-нибудь обоссанной. Или Warface. Просто какой-то ад творится в игровой индустрии. Реально, разработчики ведут себя как какие-то ебаные цыгане на автовокзале. То есть, это жесть вообще. И на этом фоне Kingdom Come Deliverance, да, это средняк. То есть, да, это не игра года, да, это не ведьмак никакой. Это игра, там, ну, 6,5, ну, если вот фанат сеттинга, как я, 7 баллов, да. Да, никаких наград она не заслуживает, наверное. Но анти-наград тоже, как по мне. Я считаю, что все-таки бес погорячился. Еще раз говорю, у меня нет никаких претензий к нему. Это его топ на здоровье. То есть, я его меньше уважать как бы не стал после просмотра видео. Просто я кардинально с ним не согласен. Вот и все. Я считаю, что Kingdom Come Deliverance это вполне себе неплохая игра, которая, кстати, заслуживает продолжения. Я надеюсь, что оно будет. И потому, что я с большим удовольствием поиграю в новый Kingdom Come Deliverance 2 какой-нибудь, с чем какой-нибудь очередной ебаный Assassin's Creed. Чего, в принципе, вам желаю. Спасибо за внимание. Ставьте большие пальцы вверх. Если согласны со мной, подписывайтесь на канал. Всем до скорого и всем пока.